Всем огромный приветик, вы на канале Creative Heaven. Ну что ж, пришло время показывать, точнее, начинать ролик со своими, с еще, короче, одними покупками. Короче, заказы и так далее, в общем, ну, парочка покупок была тут в FixPrice, я все-таки попала. Взяла эти ручки, которые новый набор, но у меня вопрос. Я немного не поняла по этим ручкам, да. Вот смотрите, их было всего два набора, по-моему, если я не ошибаюсь, но сейчас их стало четыре. Но я новый, прям такие по расцветкам, которые действительно новые, можно сказать, это, наверное, вот эти вот два, зеленый и розовый. Остальные вроде как бы все похожи. Я пока не стала экспериментировать, тратить кучу денег и покупать все. Вот, так, сейчас я достану листочек, чтобы мы с вами сразу выкрасили. Дети шуруют. Посмотрим, один набор сразу открою, один пока уберем в сторону. Детям тоже интересно покупки, посмотрите, мне тут с пакетом пришла с почтой, они все не отливают, интересно очень. Но здесь, мне кажется, что в этом наборе тоже с птичкой что-то новенькое есть, но я могу ошибаться. На камеру не буду сравнивать, я где-то, может быть, в хобби-влоге, потом достану все остальные, ну, свои ручки, которые у меня уже есть, и сравню. Но здесь точно видно, что новый набор, вот эти два похожи, давайте посмотрим сразу. Выкрашу так, подальше отодвину, чтобы вам было все видно. Я постоянно меняю место дислокации. Так, первая ручка такая из этого набора, и вторая вот из другого, из нового набора. Не пишет-то. Уже от нет, все, записала. Так, ну, разница, по-моему, у них есть, но что-то как-то плохо пишет. Но это надо расписать, они всегда вначале как будто застывают, потом уже более-менее нормально. Плюс я пришла с улицы, а у нас сейчас холодно. Ну, разные, это получается прям действительно красное вот это, а здесь вот с розовинкой. Ой-ой-ой, ну, там у нас папа есть, поэтому... Ну, даже по колпачку видно, они чуть-чуть все-таки отличаются. Вот, ну, давайте попробую еще сверху чуть-чуть, может, распишется получше. Ну, не очень хорошо расписалась, но это уже, наверное, со временем будет видно. Давайте теперь по желтенькому пройдемся. Тоже надо расписать на такой желтый-зеленый. Ну, наверное, ядовито-зеленый с блестками. Или ядовито-желтый с блестками. Ну, а по факту он получается таким зеленым. Но переливается. Так, теперь точно зеленый, даже салатовый назовем его. Красивый. Ну, мне нравится. Я говорю, для меня это альтернатива Пентель. И навряд ли я буду себе покупать Пентель. Ну, если уж потом, когда-нибудь, когда будет не жалко денег. Или когда я буду очень часто использовать гелевые ручки. Тогда я, может быть, на них разорюсь. А на данный момент не вижу смысла их покупать. Что-то серия тоже плоховато рисует. Но, опять же, если судить, прошлые наборы были хорошие. Поэтому я думаю, что распишутся. Хотя вот розовая быстро начала писать сразу. Это такой более какой-то неоновый, как будто, знаете, набор. Ну, то есть по палитре цвета вот желтый, зеленый и розовый на неоновый похоже. Так, я синий, синий-синий, давай. Плохо пишет. У меня еще стол жесткий. Бумажка, листок очень тоненький. Поэтому, может быть, из-за этого еще полосит сильно. Давайте синий вот... Нет, здесь похожего синего нету, скорее всего. Хотя вот... Ну, тут видно, что они разные. Сравнивать нет. Ну, давайте посмотрим так просто ради интереса. Но это фиолетовый, нет. Это не синий, это фиолетовый. В стандартном наборе есть он точно. Тогда вот этот синий между ними посмотрим. Я не буду здесь сравнивать. Отличия показывать есть, нету они. Они есть, естественно. Но в синий мне нравятся все прям. Здесь вот получается один синий с зелеными блестками, другой с фиолетовыми блестками, потом фиолетовый с синими блестками или синие-зелеными. Как-то так. Короче, купила еще опять я себе эти ручки. Вот. Ну, они, в общем-то, если ими красить, они очень быстро расходуются. И они просвечиваются. Однозначно будут просвечивать. Самое интересное, это заказ Сазон. Не только Сазон. Сейчас я его разрежу. И мы с вами посмотрим, что там. Ну, здесь не такое прям суперинтересное, но тоже хорошая вещь. Сейчас все увидите. Я не стала там проверять. Может быть, и зря. Может быть, и надо было проверить. Но я что-то как-то вот не стала. Понадеялась. Ну, смотрю, упаковка нормальная. Значит, скорее всего, и внутри будет все нормально. Сейчас мы с вами это и узнаем. Не в таком раскраске приходили, но это не раскраски. Я коробку убираю. И достаю вот такой вот набор карандашей. Мастер-класс. Все-таки я их себе заказала. Я полазила. На Сазон нашла их дешевле всего. То есть, они мне за 1300, по-моему, достались, если не ошибаюсь. Вот. И давайте откроем, посмотрим, где у нас. Ну, вроде бы коробка не помята. Все, вроде бы все хорошо. Сейчас я тогда сразу эту отклею. Откроем и посмотрим. Нет, помята я все-таки. Вот тут вот помята. Но это не так критично, не так важно, в принципе. Я не на подарок, я себе. Вот. Ну, и ее, если при желании, мне муж ее может выпрямить, если я захочу идеально прямую коробку, да. Здесь вот подклеена какая-то штука. Ну, скотч. Какая-то штука, да. Так. И давайте откроем. Ну, карандаши трясутся, но не сильно. Сейчас посмотрим с вами как раз. Вот так вот это дело открывается. Ну, грифель чуть-чуть видно касался здесь вот. Ну, все равно они так или иначе чуть-чуть. Так, я что-то не поняла прикола. А почему у них такое оформление? Или у меня тоже такое же оформление? Я что-то забыла. Где они у меня сейчас эти карандаши? Найдите их быстро, называется. Куда я их делаю? А, мне так... Разве они такого формата? Я что-то забыла. Давайте сравним. Нет, у меня вот такие вот. Невская полит... Ну, что, не те карандаши, получается, что ли? Или у них просто есть разное оформление? Ну, здесь написано тоже мастер-класс. И здесь мастер-класс. Все то же самое. Как бы вроде бы то же самое. Экстра-файн артист. То же самое, но разное оформление. Странно. Странно. Мы сейчас с вами тогда это дело все сравним. Здесь два яруса. Да, два. Неудобный вот этот вот пластиковый ярус. Вроде бы два. Для 48-ми что-то как-то кажется маловато. Да, два яруса. Больше нету. Так, ну давайте сравнивать. Мне интересно, самой. Как-то странновато. Мне другое оформление больше нравится, чем это. Так, давайте, наверное, сразу черный сравним. У меня здесь есть в этом наборе. Так, блин, как бы так на камеру, чтобы это получилось. И жду, ну вот, стол маленький, неудобно. Ну попробуем так вот на карандашах. Так, сейчас я взяла вот из этого набора мастер-класс. Здесь черный мягкий. И, ну вот, если его сильно наслаивать, то он насыщенный здесь. Но я сейчас долго много тут не буду пробовать, да? Мы сейчас в сторону его отложим и возьмем вот этот вот. Они даже тоньше, мне кажется. Ну да, вот этот вот потолще, этот потоньше. Что-то мне это не нравится. Меня это не устраивает. Я хотела точно такие же, как у меня в коробке мягкой. И мне кажется, что разница есть в нанесении. Кто знает, пожалуйста, напишите в комментариях, в чем у них разница. Но она есть. Однозначно она есть. Ты так смотришь, вроде бы по толщине одинаковые. Нет, вроде одинаковые по толщине. Даже теперь кажется, вот этот толще, чем этот. Но рисуют они чуть-чуть по-разному. Вот этот как-то более так... Хотя, может быть, просто кажется. Ладно, у меня тут сейчас немного размышлений. Я сейчас немного в шоке. И вроде бы одинаковые, вроде бы по-разному рисуют. Как-то меня немножко это застопорило. Ну ладно, если кто-то что-то знает, напишите. Возможно, то, что у меня сейчас вот этот вот маленький набор, возможно, это новая обновленная линейка. А это старая мне попалась линейка. Может быть, такое. Я знаю, что они обновляют там что-то у себя постоянно. Ну, давайте парочку выкрасим оттенков. Я уже, наверное, где-нибудь в другом. Так, на камеру там видно? Видно было здесь так в углу. Такой вот красный. Красно-розовый даже я бы его назвала. У меня под столом ничего... Ну, здесь я ничего не подложила. Ну ладно, я думаю, не страшно. Ну, давайте телесные посмотрим. Мне и телесные интересные тоже. Они наносятся приятно. Мне, в принципе, нравятся. Не знаю. На любителя, наверное. Ну, я, в принципе, мастер-классом довольна. Вот эти карандаши мне кажутся легче, чем в мягкой коробке. Телесные вроде бы неплохие. Прям интересно вот там. Есть у них какая-то разница или нет? Странно, конечно. Ну ладно, пусть будет так. Блин, я даже не знаю, какой цвет попробовать. Давайте голубой. Наверное, все-таки лучше что-то подложить. Что у нас еще тут есть интересненького такого, что было бы мне интересно? Коричневый. Конечно же, коричневый. Я же фанат коричневых оттенков. Куда без них? Вам там видно? Видно? Без коричневых я никуда. Ну, вот этот неплохой коричневый. Так, давайте какой такой, наверное, на ногу похожий коричневый. Тоже вроде бы неплохой. Нравится. Я фанат коричневых оттенков, поэтому да. Мне нравится, когда в наборе очень много коричневых. Ну, вот этот тоже такой красно-коричневый. Я называю красно-коричневым. Это, может быть, я не права, не знаю. Что? Давайте серый посмотрим. Он такой в голубизну немного уходит. Серый оттенок прикольный, симпатичный. Мне кажется, все-таки есть какая-то индивидуальность у этих карандашей. Даже несмотря на то, что они достаточно бюджетные. Вот этот оттенок 120-ый у Фабер Костель такой есть. Но этот какой-то более такой, что ли, нежный. Ну, а даже не 120-ый, а 146-ый. На 146-ый он похож. Но здесь вот чуть-чуть другой оттенок. Короче, прикольные, в принципе. Ну, желтенький давайте один попробуем. Опять ко мне вернулись, ребятки мои. Короче, вот так вот. Ну, полную палитру, наверное, может быть, если что, там, может, в конце ролика или как-то так, или где-нибудь в хобби-влоге покажу. Ну, наносится неплохо, в принципе. Но сейчас пока не об этом. Мы тут показываем просто покупки. Сейчас будет еще одна покупочка. Ну, короче, напишите мне в комментариях, кто знает, почему у них отличается дизайн. Хотя все то же самое написано, никакой разницы нет. В чем здесь прикол? В чем фишка? Скажите мне, пожалуйста. Блин, и ручки смешала? Ну, ладно. И еще одна посылочка. Самая интересная. Ну, я там немного с ней выханулась, конечно. Ну, это не критично. Я такой человек, вы знаете, ошибаюсь очень частенько. Так, я сейчас ее за кадром лучше разрежу. Короче, вот так вот запакована. Заказывала на сайте Pizmo Pencils. Я там первый раз делаю заказ, у меня там были бонусы оставались, оказывается. Я их потратила, и я очень долго думала, что купить. У меня была хотелка, но я ее забросила, потому что для меня была цена нереальная. Хотела полный набор. Но сейчас я понимаю, что можно пока что обойтись без полного набора, блин. Как быть, охотно. Ну, в общем, появилась возможность, и я кое-что купила. Сейчас вы все увидите. Это не Pizmo. Нет. Далеко не Pizmo. Он у меня есть, и больше я не хочу ее покупать. Как-то нехит. Ну, они мне нравятся, но они не сильно в ходу. Так, сейчас у меня еще лампы хочется. Тормотить немного. Ну, что ж. Я почти распаковала. Чуть-чуть справа клехнула. Я думаю, что, ну ладно. Надеюсь, это... Да, блин, ты, блин. Никак не могу распаковать. Это, конечно, хорошо, что это распаковано, но все-таки с распаковкой. Вот когда на камеру делают распаковку, то даже ни ножницы, ни ножницы, ничего не помогает. Ну, пока не минут у меня. Не знаю. Может быть, у кого-то и хорошо все с этим делом, а вот у меня нет. Короче, вот что я себе заказала. Долго думала. Я не знала, что взять. И в итоге я остановилась на портретном наборе фирмы Карандаш. Это Luminance. 20 штук в наборе. Здесь немного вот порванный пакетик, но это не так важно. Мы его сейчас с вами все равно разорвем. Ну, я, конечно, думаю, что коробочка будет побогаче за такие-то деньги. Мне вот нравятся эти наклеечки, но, к сожалению, они нам тут не понадобятся. Короче, за такие деньги мне казалось, что коробка должна быть, наверное, лучше. Ну, ладно, суть-то не в этом, да. Суть же вся в карандашах. Внутри зато они в такую мягенькую упаковочку. Ну, в этот поролон завернутый. Здесь же также буклетик идет от карандаш. Их продукции. Теперь можно точно знать, что у них есть и не запутаться. В наборах и так далее. Есть 76 набор, но он слишком дороговат для меня на данный момент оказался. Возможно, что со временем. Я хотела 40 взять, но потом подумала, что нет. Пока что нет. Вот если будет день рождения, и мне там надарят денежек, тогда можно будет, если они мне понравятся, тогда можно будет купить больше. Ладно, тут я разглагольствую. Ну, вот так-то внутри коробка хорошая, что вот здесь специально мягкий поролон, и он такой прям плотный достаточно. Вот, что здесь сами карандашики лежат в поролоне. Ну что, поехали смотреть. Ну, в принципе, достаются удобно. Достаточно толстенький карандаш. Мне нравится именно вот такое оформление. И кончик здесь вот такой, ну, цвет немного его нанесено. Короче, это очень интересно, прикольно. За оформление прям десяточка точно. Мне очень нравится. Перманент калор написано на карандаше. Не знаю, что это значит. Пронумерован карандаш. Также есть название цвета, по-моему. Ну да, на двух языках, если я не ошибаюсь. Да, наверное, на двух языках, скорее всего. Либо просто у них два названия, не знаю. Ну, также есть всякие штрих-коды и так далее. И давайте вблизи покажу. Заточен очень интересно. Настолько гладко он заточен. Я такую заточку никогда еще даже, кстати, не встречала. Интересно. Ну что, давайте выкрасим. Даже страшно. Кстати, он очень легкий в руке достаточно. При том, что он вроде бы плотненький такой, да. По миллиметрам грифеля я, к сожалению, вам сейчас на данный момент не подскажу. Ну, наверное, троечка точно есть. Характеристики у меня нет. Открытый. Хотя, может быть, в буклете там и было написано. Ну ладно. Давайте, короче, делать выкраску. Слишком много разговариваю. Вы, наверное, уже ждете, не дождетесь. Есть свое мнение и впечатление, хоть скажу. Ну, наносится так классно. Офигеть. О, не, ну они классно рисуют. Слушайте, еще и так легко. Просто, даже, я не знаю, это даже лучше, чем полихромосы рисуют. Ну, это мое первое мнение. Я его, ну, как бы никому не навязываю. Это мое личное оно. Плюс первое. Наслаиваются хорошо. При этом, ну, давайте посмотрим вот так вот. Сейчас вот легкое наслаивание, да, в один слой сделаем. И делаем второе наслаивание. Дальше. Третье. Я вообще не надавливаю на карандаш. Он сам по себе легко рисует. Единственное, что я его переворачиваю там, где острее кончик, тогда он ярче рисует, насколько я поняла. Ну, наслаиваются они хорошо. Тут даже можно ничего не рассказывать. Ну, сильно особо акцент этому не уделять. Ну, вот единственное, что тут не могу сейчас дырочки за это. Ладно, не суть, короче. В общем, прикольный карандаш. Основу я забыла. Их восковые они или нет. Я знаю, что они мягкие. Это не то, что призма. Призма еще, блин, мне кажется, мягче и по-другому совсем ложится на бумагу. Ну, здесь есть сходство с полихромосами, есть сходство с призмой, но совсем другие. Как-то так. Также здесь достаточно такая палитра, знаете, не только на лицо можно применять. Я думаю, что можно даже будет... Так, давай, доставайся. Где-то... Ну, вот два зеленых, скорее всего, можно будет где-то в природе применить. Вот этот зеленый, он достаточно естественный, хоть и похож на немного... на оливковый, только чуть-чуть ярче и темнее. Давайте теперь вот такой вот светлый. Ну, вот это более на оливу похож. Так, цвет у нас... Middle... Вер... Чё? Короче, ладно, не буду дальше. Одно слово мне неизвестно, но он похож на оливковый. Вот этот прям похож такой на... Мятно-оливковый я бы назвала немного этот оттенок. Ну, как они классно ложатся. Я не пожалела. В принципе, вот за два... Два карандаша всего лишь выкрасили, но я уже... Могу точно сказать, что я не жалею об этой покупке. Также вот такой вот голубенький есть. Ещё я знаю, что есть у них Пабло, по-моему, называется, или как-то так... Скажите, я скажу. И насыщенные. Смотрите, какие они насыщенные. Классный вообще такой цвет. Очень насыщенный. Тут даже наслаивание мне не... Ну, мне кажется, тут нету... Не имеет значения, какое наслаивание у этих карандашей. Они вообще... Что не нажимая хорошо, пигмент отдают на бумагу. Что при нажатии они хорошо отдают пигмент на бумагу. Ну, опять же, плюс тут бумага такая в раскрасках. Вот их потестить, мне кажется, будет просто удовольствие. Вот насчёт портретов. Единственное, что точно не знаю, как они будут рисовать. Давайте посмотрим, чёрный какой здесь. Если это чёрный, конечно. Нет, это Dark Indigo. Это не чёрный, но... Похож. Хотя, опять же, Dark Indigo, ну... Ой, а какой он красивый. Это что-то фиолетово-синий-красное-чёрное. Такой офигенный цвет. Просто потрясный. Волосы, волосы им попробовать тёмные, раскрасить. Блин. Нет, слушайте, я не жалею о покупке вообще. Я боялась, я сомневалась. Я думала, блин, а вдруг вообще никак не понравится. Вдруг совсем не то. Вот это похоже на Dark Indigo, или как там он называется? Нет. А, эндотреновый синий. Точно, вот, забыла. На эндотреновый синий он и похож. Название забыла. Короче, вот такие вот карандашики. Ну, они классные. Прямо... Сто процентно классные. Так, давайте, наверное, вот сейчас я для лица уже протестю. Для себя интересно посмотреть. Ну, ложатся они шикарно на бумагу. Причём суховато. Ну, то есть, при этом, хоть они... Ну, у них есть мягкость, да? Я не знаю, как это описать. Но при этом по бумаге они идут вот... Даже легче, чем полихромосы. Понимаю? Я не знаю, как это объяснить. Вот это уже три слоя. Ну, там, на четвёртый пошли. Красивый тоже оттенок достаточно. И в руке как их приятно держать, блин. Для меня 20 карандашей это мало. Ну, ладно. Если что, можно будет потом другие наборы докупить, да? Тоже так же 20 штук. Но уже, допустим, ну, из каких-то подарочных денег. Можно, если вдруг захочется. Если вдруг будет интересно только этими карандашами раскрашивать. Так, ну, что тут ещё такого телесного? Ну, вот этот вот телесный оттенок. Ну, блин, шикарно. Я боялась, что они будут такими же мягкими, как призма. Потому что написано в характеристиках мягкость. Они то ли на один критерии отличаются по мягкости, то ли на два, не помню точно. Вот губы таким красивым рисовать, нюдовый. Даже карандаши для губ есть такого цвета. Красота. Шикарненько. Так, ладно, я слишком много, наверное, внимания им уделяю. Короче, вот такая вот прелесть у меня теперь появилась. Классно. Будем пробовать. Пробовать на новой бумаге. На фотобумаге, на которой я буду портреты раскрашивать. Будет интересно. Ну, тут действительно вроде как бы портретные оттенки, но при этом они не 100% портретные. Давайте последний яркий протестим. Тоже на губы, скорее всего, его хорошо будет применять. Вот такая вот прелесть. Ну, я, наверное, уже в хобби-влогах буду показывать полностью выкраску на все карандаши. Возможно, уже успею чем-то пораскрашивать. Так, ладно, он что-то не закрывается. Точнее, не могу вытащить карандаши. Такая вот красота у нас получилась пока что на данный момент по покупкам. Это не все. Я буду снимать продолжение, но через несколько дней, когда придут оставшиеся заказы, мне еще идут карандаши. В этом месяце я решила сделать карандашный бум. Я месяц ничего не покупала. Что-то отложила. Что-то там еще. В общем, про деньги не буду там ничего уточнять, да, так скажем. Вот, и я гульнула просто от души. Все, что мне идет, вы потом еще увидите, скажете, нифига себе. Ну, точнее, ладно, может, вы не скажете, но я сама про себя такое говорю, что нифига себе, вот это я купила. Классно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И, как сказать, маленькие я там не тестила. Тестила только большой набор 48. Это самая большая палитра. Конечно, мне хотелось с новым оформлением. Ну, ладно, уж как есть, так и есть. Ничего страшного. В принципе, они неплохо красятся. И на выкраске они выглядят достаточно ярко. Вот у нас выкраска 48 набор и мастер-класс 12 штук. 48 более полосят такие вот. И как-то при нанесении вот этот вот налет восковой, по-моему, они на восковой основе, и вот этот налет, он чувствуется при нанесении карандаша, чего не скажешь уже о маленьком наборе. В маленьком наборе более как-то мягче они рисуют, и интереснее, и не так сильно полосят. То есть более равномерное покрытие получается. Но на выкраске неплохо, и в работе, в принципе, тоже мне понравилось. И я протестила эти карандаши в Марии Тролли в час заката. Есть у меня тут одна работа. Ну, решила уж тогда как раз доделаю. Плюс по плану эта раскраска идет. И раскрасила я такую иллюстрацию. Ну, я доделаю ее. Тут я еще буду делать фон. Скорее всего, дождусь уже неоколоры тогда доделаю. Либо, может быть, акварелью там или еще чем-то. Ну, короче, посмотрим. Может быть, поска применю. Кто знает, я такая. Настроение у меня меняется со скоростью света. Доделаю, короче. Потом фон останется, и все. Здесь в иллюстрации никаких вопросов не было. Единственное, что я немного по-разному раскрасила цветы. То есть вот этот цветок я раскрасила по темному контуру, по темным точечкам. Я сделала 23 цветом. Сейчас я его, наверное, покажу сразу тогда. Два цвета. Использовала 22 и 23. Вот 23 я делала более темные участки, 22 более светлые участки раскрашивала. И вот что получилось. На этих листочках, цветочках я делала немного по-другому. Я снизу закрашивала темным, кверху уходила уже розовым 22 оттенком. Получилось слишком полосатое, но была стандартная заводская заточка. Я не стала затачивать карандаш. Из-за этого получилось немного хуже, чем после того, как я еще и заточила его. Вот. Поэтому, в принципе, меня достаточно устроили эти карандаши. Это вот их нужно понять. Как я лиру не понимала, да. Точно так же мастер-класс их нужно понимать. Знать, где применить, в какой раскраске. Но вот в Марии и Тролли они мне вполне очень даже хорошо зашли. Зеленые хорошо красят, хоть и мало оттенков в палитре. Коричневые тоже шикарно раскрасили. Вот. Мэджики можно даже не применять. В общем, такая получилась иллюстрация. Ну, я тут еще потом, может, белую гелевую ручку добавлю. Но не суть. У нас разговор сейчас идет про карандаши. И давайте покажу выкраску иллюминации. Возможно, я вставила фрагмент в ролик, как я выкраску делала на камеру. Решила ее немного в другом формате сделать. Обычно я горизонтально ее выкрашиваю карандаши. В этот раз я выкрасила их вертикально. И вот 523 номер я показывала в ролике. Если не показывала, то сейчас я уже, наверное, не покажу. Короче, у него в грифеле какие-то темные вкрапления есть. Я не знаю, либо так должно быть специально, либо это брак заводской карандаша. Но наносятся они тоже, в принципе, очень хорошо. Здесь уже нет никакого налета. Некоторые оттенки вот немного, как вы видите, начинают уже при наслаивании не очень хорошо ложиться. Но это бумага не для раскрашивания. То есть в раскраске будет лучше. Это я уже много раз испытывала. Поэтому в раскраске это, скорее всего, будет намного лучше смотреться. В общем, шикарные карандаши. Они мне безумно понравились. Блин, жалею, что не взяла 40 расцветок карандашей. Ну ладно. В принципе, пока и портретный сойдет. Посмотрим потом. Уже в хобби-влоге, скорее всего, покажу, какие иллюстрации я раскрасила люминанцами. И уже увидите. Там уже точно скажу, шикарно рисуют или нет. Ну а на выкраске мне они безумно понравились. Очень крутые, классные карандаши. Легкие, невесомые, ложатся на бумагу шикарно. Пигмент отдают сразу на бумагу. Не нужно надавливать на карандаш. Конечно, при надавливании слоев меньше становится. Но зато сразу пигмент на бумаге. То есть вот такая техника где-то в какой-то иллюстрации, возможно, очень даже хорошо зайдет. В общем, я полностью довольна и теми, и другими карандашами. То есть и мастер-класс, и иллюминации мне понравились. Ну, конечно, это разные, ну, это совсем разные карандаши. Здесь никакого сравнения нет и быть не может. Но мне понравились одинаково эти наборы. Ну, естественно, эти намного лучше. Они крутые. Ну что, продолжаем прогулку. Еще одну по моим покупкам. По карандашам. По разным. Короче, пришел мне заказ с Валберес. Вот такие вот карандаши Неони. Вообще, изначально хотела есть масляные, есть водорастворимые. Изначально хотела на Алиэкспрессе масляные заказать. Но что-то в итоге я что-то посмотрела. Короче, думаю, ладно, возьму за 1300 водорастворимые. У меня именно водорастворимых нет. Не знаю, есть ли какие-то отличия с акварельными у них или нет. Это мы узнаем попозже. Так, сейчас достану их. Жестяная коробка. По-моему, же стена или как правильно называется. Короче, металлическая коробка. Пенал тоже помята точно в таком же месте, как и с Озона. Я заказывала, покупала мастер-класс карандаши. Так, сейчас мы откроем тогда. Блин, ну вот этот скотч, конечно. Потом его отдирать не очень красиво будет. А мне нравится, когда все культурненько. Посмотрим, что же за водорастворимые такие карандашики. Вот так это все выглядит. Здесь есть вот эта вот пластиковая. Она, походу, приклеилась. Чуть-чуть... А, ну да, прилипла. Есть подкладывать под руку, когда рисуешь вот такой вот... Я забыла тоже, как правильно называется. В общем, классная штука. Правда, я... Ну, мне ни разу еще в наборах нигде не попадался. Ни разу нигде не использовала. Здесь также в наборе лежит вот такая вот кисть тоненькая. Ну, она навряд ли прям так пригодится. Хотя мелочь где-то докрашивать, возможно, и пригодится. Я ее сразу в сторону уберу. Но хотела сначала все-таки я масляные взять карандаши. Но потом подумала, блин, у меня есть брутфунеры. Единственное, что вот доставать сейчас их неудобно. Потому что мягкий пластиковый контейнер... Подставка эта мягкая пластиковая. А карандаши много, они тяжелые. И я не могу его сейчас вот элементарно достать. Так, ладно, поддели чуть-чуть. Теперь можно попробовать вытащить. Здесь, ну, наверное, два ряда всего лишь, да. Вот жалко, что как у мастер-класса. Мастер-класса удобная такая. В общем, короче, такие эти... Забыла я. Ну, ладно, это не так важно. Не знаю, выкраску полностью получится сделать или нет. Боже, мне даже их некуда положить. Блин, я стакан... Сейчас еще сразу достала стакан с водичкой. Ну что, давайте попробуем. Ну, тут вот черный первый лежит. На картинке, если не ошибаюсь, здесь не круглые они кажутся. Хотя нет, все-таки круглые. А мне казалось, что они шестигранные будут. Есть небольшие на корпусе какие-то вкрапления. Но это, я думаю, что не так критично. В принципе, видно, что склеен карандаш, скорее всего. Ну, в общем, как-то так. Ну что, давайте посмотрим, как черный рисует. Чуть-чуть чего-то двинусь. Мало места на столе. А большой стол занят. И опять я ничего не подложила. Наверное, надо вот эту вот пластиковую ерунду все-таки подложить. Так вот под листочек, чтобы было удобно закрашивать. Так, вам в камеру видно, все хорошо. Ну, черный, в общем-то, в принципе, насыщенный. Давайте сейчас попробую легко им пройтись. И наслаивать несколько раз его. Первый был слой. Дальше идем по второму. Я уже чуть-чуть надавливаю. Не могу, некоторые карандаши прям хочется надавить. На первый взгляд вроде бы неплохо так раскрашивают. Но это у нас уже где-то четвертый примерно слой пошел. А здесь уже даже пятый. По лучшим качествам, чем мастер-класс. Я бы даже сказала, потому что при наслаивании не так... Они не липнут, как у мастер-класса. Но там восковая основа. Я забыла, как правильно. Короче, в общем-то, в принципе, наслаиваются они неплохо. Но когда уже наслаиваются сильно, то видите, появляется такая пришивость. Именно вот этого вот налета на карандаши. Да, сейчас, конечно, я не скажу вам по составу, из чего карандаши. Даже есть сайт, где, наверное, продаются они. Или о них можно что-то прочитать. Мэйденчина. Так, номер карандаша написан. Единственное, что не написано название цвета. Но для меня это не так важно, потому что есть номер уже хорошо. То есть я дальше там сама как бы разберусь, да, так скажем. Так что, давайте попробуем тогда размыть черный. Ну, черный, конечно, не очень интересно размывать. Но давайте попробуем все равно. Так как они водорастворимые. Но я много воды нанесла. На этой бумаге полностью он не растворяется. Но мы сейчас с вами еще другой какой-нибудь оттенок попробуем. Давайте я тут сейчас синий достану из первого ящичка. Здесь мы его выкрасим. Даже фиолетовый. Такой вот. Надеюсь, мне 72 расцветок хватит. А тоже я такая потом... Не, ну, если понравится, я буду их хорошо списывать, то можно будет, конечно, и повторить покупку. Почему бы и нет. Это такое дело. Хотя у меня на данный момент теперь карандашей очень много. Ну вот, сейчас в ноль размылся. Не знаю, все хорошо. Чем-то похоже на акварельный, да. То есть фиолетовый размылся хорошо. Ну, в это, я думаю, да, вроде в камере вы это все видели. Ну что, пришло время подводить итоги. Я думаю, на данный момент хватит показывать свои покупки, потому что там уже много вышло. Длинный достаточный ролик, так что буду я его завершать. Выкрасила я сейчас, наконец-то, неони 72 цвета. Хорошо, что 72, а не 100 и не больше. Вот. Для акварельных карандашей этого достаточно. Так, ну мы к тому сейчас вернемся. Мастер-класс. Что? За свою стоимость, адекватно. Даже, наверное, будет лучше купить мастер-класс, карандаши обычные, нежели с Алиэкспресса заказывать что-то подобное. Неони или Дели, не знаю. Но это по мне, это лично мое мнение. Хотя Дели нет, не могу точно сказать, потому что Дели я себе не покупала. Много у кого их видела, думала, но думаю, нет, у всех есть. Я хочу что-то новенькое, что-то интересное попробовать. Неони я мало у кого видела. Ну, можно было, конечно, брать и акварельный, и масляный набор неони. Но я думаю, что мне акварельного будет достаточно. Так, мастер-класс мы убираем. Могу, в принципе, еще раз показать выкраску. Яркие карандаши. Ну, так как это старый все-таки формат, здесь есть восковой налет. Ну, ложатся, в общем-то, неплохо на бумагу. Плюс достаточно насыщенные, хороший пигмент у этих карандашей. Есть интересные расцветки. Мне парочка понравилась. Особенно вот 82-й, это, наверное, будет любимчиком. 73-й, 74-й, самые такие, которые более понравились. Ну, из синих палитр, и вот из этой палитры тоже, в принципе, многое нравится. Что-то похоже на расцветку полихромосов. 37-й похож на 146-й номер у полихромосов. Вот, в общем-то, неплохой набор. Но вот в новом формате мне нравится больше. Так что имейте в виду, если хотите мастер-класс в обновленной версии, то, наверное, все-таки лучше подождать, когда уже со всех полок, со всех витрин старые наборы уйдут, и на их место придут новые. Но это не точно. Я не знаю. Возможно, ничего не обновлялось, но просто вот сравнив большой и маленький набор, то маленький набор намного качественнее, чем большой оказался. Убираем это в сторону, оставляем такие более интересные. Фирма карандаш, карандаши Luminance, 20 штук. Это портретный набор. Довольно полностью. Меня он удовлетворил этот набор. Еще пока что на иллюстрациях не тестила. Слишком много времени на это нужно. Успела только мастер-класс затестить. Оформление карандашей шикарное. Сейчас я вам расскажу небольшие характеристики. Я думаю, вы их так все знаете, но продублирую мало ли вдруг. Производство у нас это Швейцария. Кстати, Швейцария хорошо производит ту или иную продукцию. В общем-то, в карандашах они тоже не подвели. Основа тоже воск у нас идет. Твердость у них 7B. По-моему, призма на... У призма, по-моему, чуть-чуть мягче. Грифель. Но они отличаются. Хоть у них мягкость похожая, основа одинаковая, но отличаются они друг от друга очень даже прилично. Толщина самого карандаша это у нас 8 мм. Я прогуглила, так скажем, узнала. Грифель 3,8 мм. Ну, в общем-то, большинство карандашей профессиональных с таким грифелем выпускают. Яркость у них шикарная. Я дала бы им 5 баллов из 5. В принципе, в интернете тоже на обзорах натыкалась на такие же характеристики. Укрывистость. Я, к сожалению, не знаю, что это такое, но тоже у них хорошая пятерка стоит в интернете на дыблой информацию. Смешиваются они отлично. Тоже так же пятерка по смешиванию слои. Конечно, здесь индивидуально. Кто-то... Ну, тут еще будет зависеть от техники, скорее всего. Ну, это где-нибудь, может быть, в хобби-влогах. Как-то я сама уже лично свое мнение. Не профессиональное, но вот временное такое, да, сообщу потом. Ну, светостойкость у них шикарная. По характеристикам знаю, что они набрали 6 баллов из 6. То есть это наивысший балл. Это самые светостойкие карандаши из всех известных нам карандашей, да. Поэтому я полностью довольна. Меня пока не разочаровал. Буду испытывать их в портретах. Шикарные карандаши. Сейчас покажу выкраску еще раз. Вот. Да, как-то так. Сейчас быстренько мы найдем их. Ну, если быстренько получится. Вот на них выкраска. А, да, про грифель карандаша точно забыла. Я один карандаш желтого оттенка, по-моему. Вот он. Сейчас мы посмотрим, что за номер карандаша. Девочки, у кого есть такой карандаш, 523 номер, это Indian Yellow, индийский желтый. Скажите, пожалуйста, у вас есть такие же вот вкрапления на грифеле? Если нету, значит, мне попался брак. Если у вас тоже такой есть, значит, это так и должно быть. Вот. Это влияет немного на нанесение. Это можно видеть здесь. Он такой неравномерно как-то лег, получилось. Ко всем остальным, в принципе, карандашам вопросов никаких у меня особо не возникло. Классные карандаши. Ну и последний набор, это неони. Именно акварельные. Я тут погуглила опять же и думаю, блин, ну, water color, это же у нас, ну, водный цвет, по факту, да. Если дословно переводить в интернете, вычитала, что это как бы переводится акварель. И все, значит, это акварельные, однозначно, карандаши. Это не просто, это не водорастворимые, не водоразмываемые. Таких карандашей нет. Water color, если написано, то это акварельный карандаш. Ну что, потестила я их. Пока что тоже без иллюстрации. Хотела, конечно, чтобы это было, ну, чтобы была сделана какая-то работа ими. Ну, долго, очень долго занимает много времени. И это уже где-нибудь в хобби-влогах мы тоже так же с вами обсудим. Ну и вот такая получилась у меня выкраска до 68-го. И дальше у нас вот здесь последние оттенки. Ну, два золота и серебро мне особо не нужны, хотя серебро мне понравилось. Золота нет, точно, не буду им пользоваться вообще никак. А вот серебро где-нибудь, возможно, применю. Здесь я пыталась, типа, их размыть. Ну, точнее, я сначала их смешала, потом думаю, да, я размешаю. Но слишком, короче, у меня кисть была, еще осталась плохо промыта, короче, и получилось, что вот такая вот грязь у нас получилась. Ну, желтый с синим смешались, с голубым. Голубой с красным тоже смешался, вроде бы что-то получилось. То есть смешиваются, они смешиваются. Но очень слабенько. И по поводу размытия они не растворяются полностью. Но все зависит от бумаги. То есть на этой и на обычной офисной здесь у меня 100 грамм на квадратный метр. бумага, на блокнотике это написано. Здесь размываются плохо. И на обычной офисной бумаге тоже размываются плохо. Ну, то есть размытие идет, цвет не теряют, все хорошо. Но остается цвет карандаша под... Ну, то есть, если, допустим, вы нанесли маленькую часть, и вы хотите ее размыть дальше по белой бумаге, то не получится, будет виден переход между сухим карандашом к... Ну, когда он будет уже смешан с водой. Вот, как-то так. Ну, а так, в общем-то, палитра неплохая. Ну, в принципе, мне нужны были еще какие-то акварельные карандаши, пускай даже из такого сегмента, китайские. Китайцы, на мой взгляд, акварельные карандаши не умеют делать. Это лично мое мнение. Но в сухом виде я их буду использовать однозначно. Мне понравилось очень много достаточно расцветок. Есть шикарные оттенки. Вот такой вот 36-й прям безумно понравился. Очень много зеленых. В принципе, голубых тоже немало. Достаточно фиолетовые мои любимые самые. Тоже большая достаточно палитра. Меньше оранжевых и желтых уже меня радует. Я не люблю... Ну, бывает в наборах по 10 оранжевых с желтыми пихают. Зачем, непонятно, когда можно было больше коричневого или больше зеленого. Ну, вот с коричневым проблема. Здесь слишком теплые коричневые оттенки и слишком уходящие в красный. Единственное из коричневого, что мне понравилось, это 12-й и 27-й. Ну, можно еще 60-й сюда отнести. И вот последний 69-й. Это тоже коричневый, но они более красные. И единственное, что я точно знаю, где я буду использовать этот набор, это раскраски хюги, что-то наподобие. Уютные раскрасочки. Вот именно коричневые эти все оттенки будут использоваться там. Кофе, чай, вот что-то из этого, знаете, сладости. Вот туда я их постараюсь применить. И надеюсь, что они там будут, ну, будут в таких раскрасках работать хорошо. Так, больше, в принципе, сказать про них нечего. За свою стоимость они достаточно достойные. И мне понравилось в наборе, что есть вот эта вот штучка. Подкладывать теперь под что-нибудь будет очень даже комфортно, удобно. Вот такие были на данный момент мои покупки. Еще будут. У меня еще идут наборы карандашей. Точнее, один набор карандашей идет. И поштучно я заказывала тоже парочку карандашиков. Вот, но там уже у нас будет в следующем ролике будут уже и, будет уже и акварель. Тоже не дешевая, хорошая акварель, качественная. Как многие знают. Вот, ладненько, все. Я буду завершать данный ролик. Он вышел также у нас длинным. В последнее время я люблю снимать очень длинные ролики. Ну, бывает. Надеюсь, вам это нравится. Надеюсь, вам не скучно меня слушать. И большое спасибо всем тем, кто смотрит мои ролики. Я очень вам признательна. Не знаю, даже, блин, мне свою благодарность. Вам просто так не описать. Тем, кто не негативит. Тем, кто адекватно воспринимает все мои покупки. И всю мою речь. И так далее, и тому подобное. Я вам очень сильно признательна. Девчонки и мальчишки, я думаю, тоже смотрят, наверное. Спасибо вам огромное, что вы уделяете мне внимание. За ваши добрые, отзывчивые комментарии. Огромнейшее просто спасибо. Почему я это говорю? Да потому что некоторые люди не умеют ценить общение с тобой. Я немного расстроилась из-за общения с некоторыми людьми. Поэтому хочу сказать спасибо тем, кто со мной хорошо на данный момент общается. Хоть и по YouTube. Я бы, если честно, лично с вами, наверное, была рада встретиться. Ну что ж, всем спасибо. Всем пока-пока. И до новых встреч. Продолжение следует.